90 лет исполнилось Василию Алексеевичу Худалееву, участнику Великой Отечественной войны, одному из старейших ветеранов органов внутренних дел Адыгея. О нелёгкой судьбе человека, на долю которого выпало не одно тяжёлое испытание, смотрите в материале «Белых ход». Василий Алексеевич родился в Ростовской области, а в 17 лет попал на фронт. Принимал участие в боевых действиях на восточном направлении, а после окончания войны продолжил службу в рядах Советской армии. В 1956 году начал свою карьеру в органах внутренних дел. Прошёл путь до начальника РОВД в звании майор милиции. Стал начальником отдела милиции, был значительно больше территориально. Не весь в ту сторону, Курго-Керновский сельский совет, а личного состава. Всего-навсего было 26, а то в другой раз и уходили, и того не было. За чашкой чая Василий Алексеевич вспоминал о далёком прошлом и поделился впечатлениями о работе сегодняшней полиции. Всё меньше остаётся в живых ветеранов, и тем ценнее для молодого поколения воспоминания этих людей. Судьба каждого – это часть истории нашей Родины. И очень важно, что именно такие люди, пройдя через испытания войны, пополнили ряды органов внутренних дел. Василий Алексеевич на деле доказал верность и любовь к Отечеству, чем заслужил почёт и уважение. Внимание и заботу Василий Алексеевич получает не только от ветеранов и сотрудников МВД, но и от родных и близких. У ветерана четыре дочери, семь внуков, десять правнуков и два праправнука. К сегодняшнему событию очень волновался, очень ждал. Неделю, наверное, не ел, не пил, может быть, спал иногда. Прощаясь с гостями, Василий Худалеев поблагодарил гостей за доброту и внимание. А на пожелание дожить до 100 лет майор милиции в отставке ответил – будет сделано. В МВД постоянно проводятся мероприятия, направленные на профилактику семейного неблагополучия. Накануне в рамках операции подросток полиция проверила условия проживания детей в семьях, состоящих на учёте. Подробности в материале нашего корреспондента Вадима Агаркова. На этот раз вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних в мероприятии приняли участие представители Общественного совета при МВД Александр Киреев и Белла Кикова. Прибыв по первому адресу, сотрудники полиции поинтересовались у родителей, как ведётся работа по устранению ранее выявленных недостатков. В этой семье полицейские частые гости. Во время общения с детьми и родителями они также обратили их внимание на запрет купания в водоёмах, где для этого не предусмотрены специальные зоны. По мнению проверяющих, актуальным является и вопрос организации отдыха несовершеннолетних. Совсем скоро начнётся новый учебный год, и ребята должны быть готовы к освоению новых знаний. А этому должны предшествовать регулярные развивающие занятия. К сожалению, в этих семьях у родителей нет возможности уделять больше времени своим детям. Рейд продолжился посвящением другой многодетной семьи. Там ситуация стала лучше, но работу необходимо активизировать. Именно поэтому со стороны органов внутренних дел требуется постоянный контроль. Есть семьи, которые ещё менее материально обеспечены, но у них домой заходишь, в доме уютно, дети чистые, опрятно выглядят. То есть у них всегда всё на своих местах, нет ни бардака, нет ни мусора. Своими впечатлениями от увиденного с нашей съёмочной группой поделился и представитель общественного совета. Проводится очень огромная работа, направленная на предупреждение правонарушения среди несовершеннолетних. И, естественно, на предупреждение тех лиц, которые называются родителями, но не выполняют достаточно своих обязанностей. В этот день инспекторы по делам несовершеннолетних и общественники посетили две состоящие на профилактическом учёте неблагополучные семьи из Майкопа. Полицейские и дальше будут оказывать необходимую помощь как взрослым, так и подрастающему поколению.